МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Этот момент тишины очень важен для каждого человека. В тишине можно услышать себя, свою душу. В тишине можно услышать, как живет город, Республика, страна, цель творчества, самоотдача, А не шумиха, не успех. Позорно ничего не знача, быть притчей на устах у всех. Но надо жить без самозванства, жить так, Чтобы в конце концов привлечь к себе любовь, пространство, Услышать будущего зов. АПЛОДИСМЕНТЫ Мои года, мои герои. Говорил Ксенофонтов, Исидор Барахов, Платон Аюнский, Кулаковский, Клюмнир, Максим Амосов, Алампа, Илья Винокуров. Актер преображается, и эти герои вдруг оживают, становятся живыми. И это момент особенно важный. Изабелла, она играет Арфо Витесовна Петросян. Выступила в Центральной Печати еще в те годы, когда наши писатели были в забвении. Я с ней встретился, и она так и сказала, мы не дадим топтать святые имена. Вот эту фразу я на всю жизнь запомнил. Это театр, который родил многие-многие учреждения. Цирк тоже вышел из Сахотеатра, из православного храма. Сахотеатр – это продолжение Великой Русской театральной школы. Мы носители, мы продолжатели величайших традиций русского театра. Самый такой молодой ребенок – это театр Аланхо. Это тоже из Сахотеатра. Поэтому вот сидит перед вами мама всех театров. Анастасия Сергеевич, вы каждый раз в Новый год приходите в Сахотеатр. Ночь с 31-го на 1-е Айсен Сергеевич, Александр Николаевич, я, директор театра, Николай Алексеевич Лугинов вот здесь сидит. А это продолжение традиции того, когда Платон Аюнский, Максим Амосов, Алан Пасафронов, они вот так и приходили. Глава Республики Саха-Якутия Айсен Сергеевич Николаев. Дорогие друзья, про Андрея Савича можно говорить очень много. Почему? Потому что он исключительно многогранный человек. Вот когда я говорю об Андрея Савича, единственная аналогия, которая ко мне приходит в голову, это «Титаны Возрождения». Потому что подумать только один Сахотеатр, одни вот те спектакли, которые Андрею Савичем здесь были поставлены, часть из которых здесь мы сейчас просто название услышали, они были способны любого театрального режиссера обессмертить навеки. Но Андрей Савич не только гениальный театральный режиссер, это человек, который дал старт развитию, как он сейчас вот тоже выразился, многих учреждений культуры Якутии, которыми мы сегодня все гордимся. Начиная от цирка, государственной филармонии, арктистского института культуры и искусств и многих-многих других. Это человек, благодаря работе которого с подвижниками наше Олон-Хо сегодня реально звучит по всему миру. Алтайский эпос сейчас звучит на языке Саха. И это, безусловно, без того импульса, который был дан в свое время Андрею Савичем, конечно, наверное, не состоялось бы. Андрей Савич вообще в целом поднял самосознание нашего народа на другой уровень, в культурном, в духовном смысле. Это очень важно. Можно построить дороги, школы, дворцы культуры, заводы, но если дух народа не будет соответствовать этим изменениям, то, к сожалению, пути вперед нет. А вот именно тот импульс, который был в свое время придан нашей культуре, благодаря в том числе огромной подвиженской работе Андрея Савича, это позволяет нам, нашему народу многонациональному, нашей республике очень уверенно смотреть будущее. Андрей Савич, самые вроде бы фантастические идеи, он их выхватывает из воздуха, собирает, и в итоге рождается что-то совсем новое. Вот то же якутское кино, которым мы сегодня сейчас гордимся, по праву гордимся, которое реально сегодня гремит по всему миру, оно же начиналось, по большому счету, вот с того, когда был снят Ченкисхан, мы же помним с Андреем Савичем это все здесь проходили, в том числе здесь в помещениях Саха-театра, как это все трудно шло, какое было неверие и здесь, и вне пределов нашей республики. Да где кино большое, да где якуты, что они могут снять? Сегодня так никто не говорит, они говорят, а где вы были раньше? А это вот благодаря тому таланту и той энергии, позитивной энергии, которая у Андрея Савича есть. Сегодня, наверное, самым лучшим пожеланием для Андрея Савича будет то, чтобы у всех деятелей культуры все получалось, чтобы были у вас большие творческие успехи, чтобы было у вас благополучие. От этого, на самом деле, по большому счету, зависит судьба и нашей республики, и нашей страны. Вот как будет культура развиваться, как будем мы расти духовно, так и будет наша страна идти вперед. Я, Андрей Савич, искренне желаю вам здоровья, ну и чтобы вот тот огромный массив работы, который вы сейчас проводите очень активно, начиная вот с творческих вопросов, заканчивая нашим таким мегапроектом культуры ближайших лет, строительством арктистского центра ЭПОСа и культуры, чтобы мы все реализовали, и чтобы было у вас побольше учеников, которые, конечно же, будут вместе с вами делать все, чтобы якутская культура так же шла вперед, как она всегда идет благодаря вам. Здоровья вам, благополучия, всего-всего самого хорошего. Огромное спасибо. Уруй Айхал. Глава главы Республики Саха-Якутия за значительный вклад в укрепление мира и дружбы, особые заслуги в области театрального искусства, активную государственную деятельность и многолетний плодотворный труд. Наградить почетным знаком Республики Саха-Якутия за укрепление мира и дружбы народа Борисова Андрея Савича. Глава Республики Саха-Якутия Айсен Николаевич. Здесь сидит мой друг, брат мой, Деман Итулович Белеков. Есть вообще личности уникального дарования, которым суждено от Всевышнего, от небес, чувствовать вселенскую боль. Неугасимым светом якутской айкумены на все евразийское пространство мы воспринимаем Андрея Савича, человек, который как Найон, как Дархан своего народа, как пассионарий, безропотно несет исконный свой крест. Имею честь от имени тоже брата нашего Григория Эдуардовича Арджоникидзе, секретаря комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО, человек очень известный во всем юнесковском мире, но для Якутии тоже имеет очень прямое отношение к святой якутской земле в лице Серго Арджоникидзе. Ну, вот 20-й век для истории театрального искусства, конечно, мы воспринимаем, там, на гречесе с именем Станиславского, но я уверен, история театрального искусства 21-го века в лице от народа Саха, который приобрел профессиональный народный театр Олан-Хо, подобно японскому, но китайской опере Куньцю. Для нас, для алтайцев, Андрей Саевич, мы ему безмерно благодарны за создание синического образа, великого сына алтайского народа Чорос Гуркина. Спасибо. И вот у Гуркина есть картина «Хан Алтай, Ютсюмер», который находится на равном удалении от всех четырех мировых океанов, который воплощает в себе вот стык всех основных мировых культур христианства, буддизма и ислама. Так же ведь? На самом деле ведь, но Андрей Саевич нам что-то показал, когда вот поставил этот спектакль на Чорос Гуркине, что Алтай, по сути, не только географические понятия, это для нас духовно-цивилизационное состояние. Несколько лет тому назад, когда мы впервые познакомились, у нас есть такое понятие, «Хажал ты, Дан Сен, с какого Алтая?» Я у него спросил, Андрей Саевич, «С какого-то Алтая?» Он сказал, «Я с того Алтая, который насыщен проникнуть духом Олан-Хо». Глава Республики Алтай, Горохорд Налекли Леонидович, издал указ о присвоении звания почетный гражданин Республики Алтай, Андрей Саевич. Александра Васильевна Очирова. Это наша сестра. Спасибо большое. Мы приехали сюда с большой нежностью, с самыми лучшими пожеланиями. Со мной вместе приехал заместитель генерального секретаря Ассамблеи народов Евразии Юлия Игоревна Петрова и председатель Совета Союза живых городов Александра Лазукина. Любой народ на этой земле был бы счастлив иметь такую личность, такого великого режиссера, такого мыслителя и такого философа с уникальными качествами, с его собственного народа. Я искренне поздравляю вас с этим юбилеем и не юбилеем, как вы сказали, потому что вы уже прописали себя в той вечности, которая превращается потом в эпосы и в поколенческой преемственности. Она переходит как знак, который освещает эти поколения теми смыслами, которые прописаны в многовековой культуре народов нашей земли. Хочу сказать, что я еще являюсь субпрезидентом Общероссийского движения за сбережение народа. И таким образом я хочу вас поздравить от имени этого движения и от имени Ассамблеи народов Евразии. И хочу вам вручить награду, высшую награду нашего движения таким образом от всех народов Общероссийского движения за сбережение народа, которое имеет титул того понятия, которое сейчас вошло в концепцию национальной безопасности России. Это сбережение народа. Потому что вы сберегаете народ по самой сложной теме, гуманитарной теме нашей политики. Это представляет великую культуру. И культура – это, естественно, самая смыслообразующая сфера. Я хочу вам вручить эту награду, почетный знак нашего движения, который вручается самым выдающимся людям, представляющим культуру, представляющим политику. Ее имеют генеральные директоры ЮНЕСКО, имеют представители Организации Объединенных Наций и выдающиеся люди многонациональной нашей культуры. Разрешите вам это вручить. И почетный знак. Я хочу сказать, живите долго, берегите себя. Я хочу сказать, что я очень люблю вас и как брата, и как человека, и как великого мыслителя и режиссера. Я желаю всем сохранить все то, что вам досталось от прежних поколений. Берегите все это и будьте все здоровы и счастливы. Спасибо. Григорий Дуаж Женкидзе, он же внук Женкидзе, да? И в свое время Михаил Ефимович как бы в шутку и как бы серьезно а когда Михаил Ефимович говорит шутку или серьезно, непонятно, когда бывает. Он сказал о том, что министр культуры ваш родственник. Поскольку я в Хангаласском улусе там воспитывался. И тогда мы встретились с Григорием Эдуардовичем. Я сказал министр культуры, так ты мой родственник? Я сказал, ты мой брат тогда. И с этого времени пошло наше братство. Потом, значит, и Диман Итулович. Но самое интересное, это не просто так, оказывается, это братство начало возникать, поскольку Геннадий Петрович Содников, сейчас выставка его открылась в художественном музее, выставка его. Он мой брат. Вот удивительно. Русский человек. Мы братья. Вот. Это же понятно, что такое это же братья. Так. Так. И вот получилось так, что я обрел еще и двух братов, а потом на каком-то большом мероприятии ЮНЕСКО мы решили, если братья есть, то почему нет сестры тогда. Поэтому мы, Александру Васильевну, я обряд сделал, она, это, вы знаете, Дейберинен, с тех пор она наша сестра. Вот сидящий здесь. И Александр Николаевич, потом приняли его в наше братство. Александр Николаевич приняли наше братство-то. Сегодня я решил принять многих-многих из вас наше братство, но я должен аргентитзе это обсудить. Александр Николаевич, вам слово. Андрей Савич из славной подвижнической плеяды тех людей, которые в 90-е годы завалили на себя работу в самых различных отраслях народного хозяйства, культуры нашей молодой республики тогда. Мы ее так называли. Вот. Под руководством Михаила Ефимовича Николаева в 1990 году накануне 55-летняя победы 5 мая, если быть точным, три наших земляка, им было присвоено звание Героя Советского Союза. Это Николай Алексеевич Кондаков, Алексей Афанасьевич Миронов, помните, и это Николай Савич Степанов. Вот эти три человека усилиями наших депутатов, в том числе свою определяющую лепту внесли Андрей Исаевич Борисов, они стали героями Советского Союза. Можно было только этого добиться и спокойно оставить депутатскую деятельность, заняться театром. Он бы вписал уже свое имя в историю нашей родной республики. Я бы хотел от имени парламента республики вручить памятный знак за заслуги в становлении парламентаризма республики Саха-Якутия. Он сделал хорошее дело, видимо, не только для нашей республики, потому что пришло поздравление из республики ТВА, из народного хорала республики ТВА и председателем парламента республики ТВА. Андрей Савич награжден таким же знаком развития парламентаризма республики ТВА. Разрешите вручить. Я Степаниду пугаю знаете чем? Я говорю, однажды я куплю китайскую такую френч и все это одену и выйду в люди. Она говорит, не подожди, а я ее пугаю каждый раз. Когда я только студентом был и спектакль мой состоялся, и многие люди, критики, вот недавно старостерство звонили, они стоят передо мной и говорят, что-то про меня говорят, хвалят тогда. У меня всегда было ощущение, что за моей спиной кто-то сидит и и про него говорят. Поэтому я поворачивался незаметно и смотрел тогда, с тем, чтобы понять про кого говорят. У меня это ощущение правда осталось. Поэтому спасибо, спасибо, спасибо. Это театру все, театру. Евгения Саевна, вот то, что вы сидите здесь, для меня это особое такое. Когда аплодируют, то я аплодирую вам с особым пиететом. Спасибо. Я рад очень видеть вас. Мы со Стешей вас очень любим. Пожалуйста. Вот, уважаемые друзья, участники торжества, посвященные нашему Андрею Исаевичу, я, во-первых, хочу сказать, что я для Андрея Исаевича не брат, не сестра, а всего лишь главный помощник главного режиссера нашей республики. И сегодня у меня юбилей 25 лет моей деятельности как главного помощника. Да, Андрея Исаевич? Это был 96-й год. Самое главное я хочу сегодня сказать о том, что вы, Андрея Исаевич, не только для якутян, а для всей планеты, наверное, уникальное явление природы. Вот я хочу об этом сегодня вам признаться. «Всегда ты первый, гениальный, режиссер ты, не только театральный, ведешь народ ты к истине, прогрессу, вдохнув жизнь, постановку, пьесу. Ты можешь все, заставить нас смеяться, рыдать и безудержно улыбаться. Твои шедевры в сердце родились, и нам без них не обойтись. Добро и радость ты несешь, всему ты смысл придаешь. Творец, философ и мыслитель, создатель, наставник и учитель, ты мир улучшил и видит небеса. Восславил ты любовь и мудрость отца, и верность друга в образе пса. Кириск спасен, спасены его алые паруса. Неактуальна ныне золотая маска. Все народы носят сегодня маску. И статуэтку премии Оскара можно выкупить в любом киоске. А ты, Андрей, у нас один. Для нас ты и домофин, и эндорфин. Ну, наверное, и мелатонин. Не только ас. Бас. Сахалы. Бас. Борисов Андрей Савич. Голова всего театрального естества. ты был пожалован небом. Я раньше все время думала, небо знает, земля знает, и Борисов знает. Вот. Поэтому мы тебе посвятили, что ты пожалован небом. Стянуть духовным скрепом срединый мир якутян и стал любимцем ты всем нам. здоровья, успехов, ну, и, конечно, также увлекать нас всех своими идеями. Как-то очень хорошо в одном романе о Чингисхане написал один математик, которого зовут вообще-то народный писатель Николай Лугинов, что миром правят идеи. Вот такие хорошие идеи, пусть они нас увлекают. Ну, и, конечно же, мы очень рады, что ты нам даешь понять, что нет ничего лучше, роднее, теплее и, наверное, знакомее, чем культура, искусство, которое, конечно же, не просто спасает мир, но, прежде всего, создают народ, создают нацию. Спасибо тебе за это огромное, счастья тебе, здоровья, ну, и, конечно же, долгих-долгих счастливых лет жизни. Ну, а чтобы иногда над тобой надзирали, мы тебе дарим якутского бояная. аплодисмента, ей предложили стать вице-президентом, она спрашивала людей, вот, долго, говорят, отнекивалась, это я не знал, но когда у меня спросила она, я сказал так, я же высокопарно всегда говорю так, да, я сказал, всякая власть от Бога, да, а, вот так, всякая власть от Бога, я почему-то решил, что эта фраза возымела очень большое воздействие на ее решение, всякая власть от Бога, вот, вот, интересно, ну и потом не в силе Бог, а в правде, ну и так далее, здесь собрались мои друзья новые евразийцы, господин Зарайфуллин, давний наш друг, неистовый евразист, и в то же время очень-очень большой писатель, поэт. Я могу сказать, что вот наша такая инициатива «Новая Евразия», она объединила в первую очередь мастеров культуры, писателей, философов, музыкантов, художников, мы провели несколько съездов в Тюмени, на Алтае, в Москве, где как раз идеи-то наши те же, это объединение постсоветского пространства в рамках Евразийского союза или вообще нового союза, новой Евразии и отстаивание прав народов, прав культур нашего пространства. Так вот, там собрались очень известные люди, писатели, философы, и Захар Прилепин, Павел Крусанов, Герман Садулаев, Ильдара Бузяров, и на Алтае у нас была конференция, посвященная, вот как раз мы в местах силы собрались, как раз мы думали о будущем Евразии, что это будет за союз, на каких принципах он будет построен, и вот все эти писатели, философы, они выбрали Верховный Совет этого движения, и большинством голосов было принято решение выбрать председателем Верховного Совета Новой Евразии Андрея Савича Борисова, то есть для всех мастеров культуры Евразии Андрей Савич самый верховный. Последние 10 лет пишу и готовлю книгу по сакральной географии страны Саха. Я описываю, например, ночную дорогу из Сунтара в Якутск, как мы едем по такой пепельной трассе, или я описываю поездку на полюс холода к Чисхану, в ледяной дом Чисхана, или я, может быть, там пишу, как мы собирались в этом страшном и странном скопческом замке Чичур-Муран, и везде у меня между строк везде так или иначе появляется Андрей Савич Борисов. Пишу ли я там рецензию на книгу Николая Лугинова, где гунны встречаются с пророком Лаудзи, и там между ними Борисов, вот почему-то. И в какой-то момент я понял просто, что действительно вся якутская культура, вот есть такой фильм «Дом, который построил Свифт», а якутская культура это дом, который построил Андрей Савич Борисов. За это его и любят поэты и богатуры России и Евразии, любят и дорожат его дружбой. Андрей Савич, дарю от всех нас книгу Скифы, которую мы переиздали спустя сто лет и свою книжку о вас, «Новые Скифы». Скифы мы. Смотрю только один канал, культура, ну и вести. Ну и на том спасибо, что один смотрите. На самом деле их достаточно много. И я могу сказать, что для меня особый интерес и особая миссия, может быть, это языки России. Якутский язык, я не знаю пока ни одного слова, но для меня это не проблема. Я с такими вопросами разбираюсь достаточно быстро. Представляет особый интерес, и не только потому, что ты один из языков России, но недавно я был в Мексике и общался с представителями народа майя, и они, показывая свои старые какие-то карты мироздания, которые достались им через поколение, они говорят, вы знаете, вот нам кажется, что есть один народ, он живет как раз в вашей стране, в России, у которого примерно такие же представления о мироздании, какие у нас, вот у древних народов американского континента. И этот народ, его название созвучно названию страны, где мы живем, Юкатан. Но там немножко изменяется положение гласных. Якутан, Якутан, вот что-то такое, говорят. И мы пришли оттуда, говорят эти люди. Я, честно говоря, первый раз, хотя давно интересуюсь разными народами, первый раз такое услышал. И когда они мне показали эти древние свои письмена и изображения, картины, мироздания, после этого я только зашел и стал интересоваться мифологией, эпосом якутского народа, я увидел потрясающие параллели. Я, естественно, не мог не влезть в языковые параллели. Их тоже нашел, но об этом подробнее потом. И поэтому сейчас вот для меня колоссальный интерес представляет эпос Олон Хо, если я правильно произношу. Я очень хочу докопаться и до языка этого эпоса, и как он строился, потому что для меня неразрывно связаны история народа, менталитет народа, культура и его язык. А вам хочу преподнести это мои наблюдения о том, как связаны культуры народа, языки разных народов, как они формируются, и как все эти языки мира сплетаются в один язык, язык мира. Язык мира, хорошая книжка. Спасибо. Поздравляю. Вот, кстати, ребята вспомнили, мы когда были на гастролях в Мексике, и там мы в музее нашли якутский чурон. Мои дорогие люди театра, Борис Манжиев. Я благодарен Андрею Савичу за великий прорыв, прорыв национального театра Российской Федерации на простор мировой. И первый прорыв это сделал Саха театр. Сейчас, я могу сказать, в нашей России очень много имен национальных театров в России. Правда. Я очень горжусь этим, потому что занимался этим. Секретарь Союза театральных деятелей. Из-за того, что вот такая семья есть Саха театр на земле. Огромное благодарность Андрею Савичу. Спасибо, Боря. Спасибо. Наши друзья из Бурятского театра. Саян Садыпович и РЖН Зугдаровна. Глядя на вашу труппу, какие они одухотворенные, может быть, это самое важное. Я вдруг подумал, что даже ничего не надо доказывать, ничего не надо объяснять. Есть в этих глазах ваша заслуга. В 80-х годах, когда я был, мы были студентами театрального института Ленинграде, вы привезли Жананны Берег. Первое потрясение было тогда. Если режиссер каждым спектаклем создает мир, то вы создали вот этот мир еще в советское время. Особенный национальный мир. И я очень горжусь, что есть в нашей России есть режиссер, мыслитель Андрей Савич Борисов. Во все времена жизни человечества судили эпоху по деятелям культуры. Эпоху Ренессанса, возрождения. Мы все говорим эпоха Микеланджело, эпоха. Я поздравляю всех вас и себя тоже, что мы живем в эпоху Борисова. Живите долго. И то, что сегодняшний вечер называется «Иодекада желанная берега», Андрей Савич, мне кажется, вычет безбрежный. И пусть эти желания действительно притворяются в жизнь, потому что это очень важно. Борис правильно сказал, Наминыч, что сейчас в российском театральном пространстве, когда национальные театры особенно проявляются ярко, и это сейчас ясно видно в театральной жизни на уровне России, это действительно и первый платформенный камень был, конечно, ваш фундамент. Спасибо, ребята. Боря, вот когда проводили фестиваль «Желанный берег» в Калмыкии, там вышла адыгейская актриса и гениальную фразу сказала, она сказала так «От Кенигсберга до Китайской стены и Ледовитого океана наши желанные берега». Винцы «Тыва, тыва, сайдаш, начин, вы люди степи». Поклоннутого Индозин-театра. Мы представители генессайских уренхайцев из самого центра Азии присоединяемся ко всем звукам бубнов из трех миров «Эхэ дайду, орто дайду, аллара дайду», звучащих сегодня в честь Аллу Кмас и в миру Борисова Андрея Савича из Кобяйского недели. Он и для наших тарелаймаков очень близкий и родной. Под его предводительством мы вместе разгадывали тайну Чингисхана. Вокруг этой великой тайны собрал все народы мира. Наши кони, стрелы и копья до сих пор ждут нового клича на всеобщей крутой на этом торжестве в честь 70-летия неборожденного, владеющего несметными табунами мыслей и перевоплощений дарим титул «Верховный шаман театральных миров». Вочерк. Просто от души от Туинского национального театра просто безрукавка из овчины национальная вам, чтобы вам было тепло. да, 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 Спасибо, ребят. Я, ну, еще, я, все, да? Спасибо. Я испугался, когда назвал это «Верховный шаман». Хотел отказаться, но по поводу театра это можно, чуть-чуть можно согласиться так. Степанида, это же тепло будет. Возьми-ка это. Так. Это мой учитель. Он работал педагогом у Андрея Александровича Гончарова. Сейчас работает в Мирницком театре. Он совсем молодой человек, он изображает, что он удивительный человек. Он спрятался и сидит. Георгий Ильянович Снестер. Вот. Все. Сядь. Издали при помощи «Элина», журнал «Элин», который очень много-много собрал внутри этого номера идей, мыслей по поводу геокультурной идентичности народов нашей республики, Евразии, Арктики. Дарим вам наши мысли идеи. В театрах куется нация, в актерах нация лицезреет себя. Театр заходит толпа, становится публикой и уходит народом. Да здравствует Сахатеатр и все другие театры. До свидания. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Редактор субтитров Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok